В Спасовознесенском кафедральном соборе на один день отошли от устава колокольного звона ради проведения второго межрегионального фестиваля колокольного искусства имени святого благоверного князя Александра Невского. Колокольное искусство, оно кажется только на первый взгляд, что колокольный звон – это колокольный звон. Но на самом деле, как Глинка, Чайковский и другие классики, традиции колокольного звона, они очень разнообразны. И мы сегодня только прикоснулись к части колокольного искусства. Митрополит Симбирский Новоспас Келонгин выступил с приветственным словом перед гостями и участниками фестиваля и заодно напомнил, для чего на Руси использовался колокольный звон. На Руси колокола помогали определять время, оповещали о каких-то трагических или, наоборот, радостных событиях, встречали воинов-победителей, ну и так далее. И, конечно же, сопровождали церковные службы. Существует и до сегодняшнего дня целый устав колокольного звона. На фестиваль съехали звонари из Самары, Нижнего Новгорода, Пензы, Чебоксар, Ярославля и Ульяновска, чтобы продемонстрировать свое мастерство и поделиться опытом. У нас очень похожие традиции, потому что звоны тройкой колоколов, тройка колоколов, это как раз вот наиболее часто встречающиеся в Самаре, а в центральных регионах четверка встречается, и звоны не только еще и с помощью палочки. Один из участников – старший звонарь Ярославской митрополии, руководитель школы звонарей Владимир Дегтярев. В следующем году исполнится 30 лет с того момента, когда он стал заниматься искусством колокольного звона. Тогда же он при поддержке Ярославской митрополии организовал первый колокольный фестиваль в России. Это фестиваль хоровой и колокольной музыки преображения. Вы знаете, в то время никто особо ничего не знал и не умел, потому что у нас не было и колокола-то только начали отливать, и только начали колокольни, так сказать, заполнять колоколами уцелевшие колокольни. Но тем не менее, фестивали для чего нужны? Фестивали нужны для того, чтобы люди, звонари, в первую очередь, общались между собой, имели общение такое, общение в плане того, чтобы чему-то друг у друга научиться. Знаменитый звонарь Ярославской митрополии Владимир Дегтярев прямо в колокольне Спасовознесенского собора провел для участников фестиваля мастер-класс. Все участники фестиваля были отмечены благодарственными письмами митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина за сохранение традиций православного звонарного искусства и их развития в современном служении церкви. Как сказали организаторы, проведение фестиваля колокольного звона в Симбирске-Ульяновске станет ежегодным. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда-ТВ. Продолжение следует... Готовы?